Дорогие телезрители, мы продолжаем наше путешествие. И вот в третьей части мы вам попытаюсь, я вернее, рассказать, как же всё-таки питались дворяне, купцы разных гильдий, мещане. Дело в том, что вот в этот период, с конца 18 века до середины 19 века, вот произошло, я в прошлой передаче говорил, вот такое большое различие. И это связано даже не столько с достатком, потому что, допустим, если говорить о купцах, я попозже чуть расскажу, то купцы имели достаточно средств для того, чтобы позволить себе нечто такое. А были дворянские семьи, которые разорились и имели маленький достаток. Но вот держать эту марку было необходимо, поэтому они иногда закладывали какие-то свои имения, там деревни, крестьян закладывали. И вот вы помните замечательную пьесу Чехова «Вишнёвый сад», когда вот купец покупает вот это вот родовое гнездо дворянское и вырубает этот вишнёвый сад для того, чтобы построить там, значит, какие-то дачи. Поэтому вот эта вот градация, она очень чётко соблюдалась. Но до купцов мы дойдём, а сейчас мы будем говорить с вами о дворянах. Дело в том, что во второй части, вернее, я вам рассказывал, что такое был дворянский обид. И дворяне чаще всего, в основном мужчины, потому что женщины собирались своим узким кругом, а вот мужчины, они собирались в дворянском клубе, были специальные клубы и в Москве, ну, во всех крупных городах. Так вот, что же там им предлагали? Иногда просто вот дворяне, мужчины, они предпочитали какие-то определённые клубы дворянские, то есть не было такого, что вот именно один дворянский клуб. В Петербурге их было восемь, в Москве до десяти по одним источникам. Но даже если бы их было пять, их меню всегда отличалось, и поэтому ходили в определённый клуб на определённые блюда. Вот сейчас я вам прочту, в основном, так сказать, это усреднённое меню дворянского обеда. То есть это не один какой-то определённый клуб, а вот, так сказать, усреднённое. Что же там было? А было там, кстати, очень вкусно. Значит, вот меню, с чего состоялось. Сначала была русская уха с растягаями. Ну, растягая от слова «растягнуть», то есть это был такой большой пирог с начинкой, в основном с рыбной, не мясной. Потому что если уху предлагали, то растягая были с начинкой рыбной. Что туда входило? Ну, естественно, это не была, так сказать, рыбная мелочь, как это называется. Это были или стерляди, белуга. Всё это красивый такой фарш, всё это запечённо, промазано взбитым желтком. И вот к порции ухи, а порции, кстати, были достаточно большие. Ещё в этой же ухе, в этой же ухе, значит, обязательно были куски рыбы. То есть или осетрины, или белуги, или севрюги, или белорыбицы. То есть порции были внушительные. И вот к этой вот порции первого такой вот подавался «растягай пирог». Надо сказать, что, в принципе, если, так сказать, взять этот тот пирог, который там делали, то можно накормить 2-3 человека. Это обязательно. По поводу вообще порции я скажу вам попозже, потому что один из французов, который посетил Россию приблизительно в это время, он был в шоке, потому что он говорил, что Москва настолько хлебосольная, что за один стол, то есть то, что было на одном столе приготовлено для 2-3 человек, можно накормить 10. Ну, я попозже скажу. Так вот, вот уха с растягаями. Дальше шли закуски. Это были оливки, сардины, анчоусы, королевские сельди. То есть я стал выяснять, что такое королевские сельди, потому что у нас как бы такого слова нет. Королевские сельди. Это потом стало называться заломом. То есть это сельди были очень такие упитанные, жирные очень. Дальше. Телятина в бешамель с трюфелями. В бешамель это соус такой бешамель, я о нем рассказывал, из чего он готовится. Достаточно сытный соус. И о трюфелях я уже говорил, что это гриб очень дорогой, царь грибов называется. Но в русской кухне он почему-то вот так вот могли себе позволить делать постоянно блюда, добавляя туда вот эти вот грибы. Дальше что шло? Сатэ. Ну, сатэ это в переводе с французского, это вообще жареная курица, обваленная в муке. Ну, или любая птица какая-нибудь. Сотэ. Так вот, значит, вот в этих дворянских собраниях сатэ делали из каплуньих крылышков с зеленью. Что такое каплуны? Так сказать, это, если кто-то не знает, каплуны это обыкновенные такие вот молоденькие петушки. Молоденькие петушки, которые были специально откормлены. То есть, они содержались отдельно, с курами они ни в какие связи не вступали, они, то есть, содержались в клетках. Были сладкие каплуны, были кислые, то есть, в зависимости от корма. В основном любили сладких каплунов, которых кормили резаным инжиром и изюмом. То есть, их откармливали до какого-то веса. Вот как сейчас бройнеры, цыплята, да? Вот так же каплуны были. Вот такие вот молодые, молоденькие петушки. Мясо у них было очень нежное. И вот подавалось это все зеленью. Далее. А что еще предлагалось? То есть, это вот, так сказать, обед состоял, если так вот говорить современным языком, комплексный обед такой. То есть, это вот комплекс обед, он стоил определенную сумму денег. Если вы хотели еще что-то дополнительно заказать, то за другую уже плату. Поэтому, вот дальше, вот в этом комплексном обеде для дворян была спаржа вязочками. Что такое спаржа вязочками? Ну, представляйте себе спаржу. Вязочками это, значит, спаржу обматывали или сельдереем, или укропом. И потом все это отваривалось в бульоне в каком-нибудь. Или просто в воде и подавалось. Так вот, спаржа вязочками подавалась всегда с жареными шампиньонами. Еще одна такая вот была вещь. Шампиньоны. Мы привыкли, что это просто такие грибы. А вот в дворянских вот таких вот собраниях было принято подавать шампиньоны в раковинах. Значит, ну, рецепт приготовления достаточно простой. Значит, брались грибы, они резались, потом они обжаривались в масле, а потом туда добавлялся отдельно, отдельно, заметьте, обжаренный лук. Потом этот лук смешивали уже с обжаренными грибами. Все это заливалось или сливками, или сметаной. Ну, по большей части сливками. Все это тушилось. И далее потом готовились раковины специальные. И, значит, вот эти вот шампиньоны с луком, они выкладывались в красивые раковины. Раковины, кстати, стали доставлять в Россию из стран, которые расположены на Среднеморье. То есть черноморские раковины, то, что мы вот иногда кто отдыхает там на Черном море, да, привозит там рапаны, это не совсем то. А вот такие большие, огромные раковины, открытые, они напоминают раковины устриц. То есть не то, что вот закрученная, большая такая красивая раковина, а вот как устрицы такие. Вот они открывались, а, значит, туда вот накладывались вот эти вот грибы, начинка там, украшалась зелью, потом вторая створка закрывала это все, и вот эту раковину приносили. И поэтому специальным ножичком эта раковина открывалась, и вот давали специальные ложечки, и вот из раковины ели грибы, шампиньоны. То есть не просто так вот принесли на сковородке или на тарелке. Вот были, вот такие вот были традиции. И это очень ценилось, потому что иногда, когда встречались два приятеля, один другому говорит, а так, а вечером нужно пойти бы, а ты в какой бы клуб пошел? Он говорит, я в такой-то пойду, в дворянский там такой-то. А он говорит, нет, я не пойду, а почему? А потому что там шампиньоны подают на блюдцах, а я люблю на раковинах. Вот такие вот были тоже маленькие нюансы. Так вот, дальше. Обязательно вот в меню это входило жаркое. Очень странная такая формулировка. Жаркое при салате и соленьях. То есть это подавалось жареное мясо. Любое жаркое. А что такое, значит, при салате? То есть это был любой овощной салат. И соленьях. Ну, а соленья, ну, самые любимые в России были соленья. Это или соленые грузди, или соленые огурцы, или соленые помидоры. Вот, значит, все это выкладывалось очень красиво. Кстати, с сервировки тогда уделялось очень большое значение. Ну, и в конце, естественно, в конце подавали суфле флеон д'оранж. Значит, это нечто, так сказать, взбитое мороженое с желе. Вот суфле это могло быть и состоять из чего угодно. Но это как бы сладкое такое блюдо. Взбитое обязательно. Его подавали в специальных вазочках, креманках таких. И делали из разных фруктов. В основном, вот почему-то, я не знаю, почему-то в России очень любили клубнику, и малину, и чернику. Вот такие вот были три основных фрукта, любимые, значит, дворянами русскими. Хотя в это время было очень много различных фруктов, и в том числе привозных, допустим, уже при Елизавете Петровне, и ананасы были, и манго, и еще всякие, и бананы. Но вот почему-то вот этим вот ягодам было больше предпочтения. Далее, вот по поводу еще дворян. Дело в том, что вообще те дворяне, которые хотели показаться достаточно обеспеченными, шли на всякие хитрости. Дело в том, что стекло, хотя были стекольные заводы и фарфоровые заводы, я чуть-чуть попозже о них скажу, Стекло было достаточно дорогое, особенно цветное стекло. То есть поставить на стол бутылку из белого стекла, ну, это считалось как бы не очень приличным. То есть это сразу говорило о том, что, ну, хозяин бедный, ну, что он там. Потому что все вина, которые покупались в магазинах, и они должны были разливаться в специальные бутылки. То есть вот то, что как мы берем там в магазине, допустим, да, вино, пусть оно самое дорогое, но ставить вот бутылку с этикеткой, с этой пробкой, о пробках я в прошлой передаче рассказывал, это считалось неприличным. То есть это вино обязательно должно было переливаться в бутылки. Потом позже уже водку стали наливать в графинчики, в лафетнички, во всякие. А вот просто магазинную бутылку ставить было неприлично. И поэтому стекло, вот именно такие вот бутылки для стола, они стоили достаточно дорого. И что, что делали наши дворяне? Ну, правда, их научили купцы. Вот сейчас я вам покажу такую замечательную бутылочку. Вот посмотрите. Эта бутылка сделана из белого стекла. Но выглядит она, как бутылка из синего стекла с различными... Вот виноградный рисунок в данном случае на этой бутылке. Рисунки могли быть самые разные. Так почему она вот так выглядит очень красиво? И даже если в нее налить, ну, не очень дорогое вино, но поставить эту бутылку, то можно, так сказать, гостям показать, насколько вы богаты, насколько вы обеспечены. Так вот, что касается этой бутылки. Дело в том, что покупали ситец тонкий, вот с каким-то набивным рисунком. Дали потом бутылку, смазывали таким вот клейстером прозрачным. Далее, значит, ну, делали, ну, слуги, естественно, делали, значит, сделали такую, ну, выкрайку, будем говорить. И вот эту бутылочку вот так вот аккуратненько закрывали вот этим ситчиком. Ну, у кого было побольше денег, это мог быть шелк. И вот, значит, после этого вот эта ткань прилипала, она высыхала, а потом еще ее покрывали бесцветным лаком, который варили специально. Были специальные мастерские по изготовлению. После этого, когда лак высыхал, вот в эту бутылку можно было налить все, что угодно. Но вот вы видите, она очень эффектно смотрится на столе. Это не просто какая-то вот бутылка с этикеткой, там написано изготовитель, там, Смирнов и Ко, или еще там столовое вино, там, такое-то, такое-то, такое-то. То есть это считалось вот таким вот, значит, обозначением того, что хозяева достаточно обеспечены и могут себе позволить вот такие красивые бутылки. И вот эти бутылки очень долго хранились. Кстати, у одной моей приятельницы, значит, у нее прапрабабушка, я уж не помню, когда это было, так вот, она хранила. И мы с ней, когда вот эта прапрапрабабушка умерла, мы просто стали разбирать какие-то старые вещи на даче и залезли на чердак. Так вот, я обнаружил там две таких бутылки, но не таких вот, которые я вам показывал, а вот тоже ткани, такие бутылки. Вот, и мы с приятельницей даже слегка повздорили, потому что я говорю, ну, подари мне хотя бы одну, вот у тебя их две. Она говорит, нет, это вот от прапрапрапрапра. И я провел такой эксперимент, который у меня совершенно не удался. То есть, я взял обыкновенную бутылку белого стекла и пытался вот так же сделать. Пошел, купил ткань шелковую. Ну, правда, я пользовался клеем момент, и он проступил через ткань, и это выглядело просто ужасно. И мне жена моя сказала, Вов, если ты хочешь опозориться перед гостями, лучше ее выброси. Так что пришлось потратить какие-то деньги другие уже и купить какой-нибудь красивый такой графинчик, чтобы туда перелить вину. А вот они умели это делать. Это было очень красиво. Далее сейчас я вам еще покажу одну картинку, тоже очень важную. Вот вы сейчас видите перед собой столовый прибор, обычный. В дворянской, так сказать, среде это считалось, ну, как бы обычным. Хотя он не совсем обычный. Вы видите, что, допустим, вот это все, мельхиор, серебро. А вот ручки и у вилки, и у ножа, и у ложки – это керамика такая, фарфор. Значит, там обязательно какие-то сценки нарисованы. Я не знаю, насколько вам это видно. Вот, сценки какие-то такие. Обычно такого сельского характера. Там, так сказать, пастушки, вот пастушки какие-нибудь, или любовные какие-то там картинки, в зависимости от заказа хозяина. Так вот, вот эти вот сервисы, так сказать, вот эти столовые приборы, они подавались только во время каких-то, ну, праздничных обедов. А на самом деле, они, значит, вот в обычной жизни, в обыкновенные дни, это были оловянные тарелки. А вот тарелки, там ложки. А вот, кстати, о ложках. Дело в том, что такой был любопытный факт, что однажды Наполеон пригласил к себе, это уже к русске пока к кухне не имеет отношения, Наполеон пригласил к себе гостей, и тогда впервые, если я не ошибаюсь, в 1848 году, значит, на стол положили алюминиевые ложки. И гости были просто шокированы. Они считали себя оскорбленными, как так. Они такие, вот послы там пришли на прием, когда они привыкли есть на злате и серебре, вдруг вот эти такие оловянные ложки им подали. И тогда раскрылся секрет, что это не оловянные ложки, а алюминиевые. Но это были маленькие ложечки для потребления там бломанжея, желея и мороженого. Так вот, они были невесомы практически. И, значит, и тогда гости, значит, ну, как бы простили Наполеону и поняли, что это новый металл, это не олово, то есть, он не хотел их оскорбить. Так вот, по поводу тоже сервизов и тарелок, тоже масса всяких историй. Дело в том, что вот первые фарфоровые заводы, особенно Кузнецовский, были открыты и в Петербурге, и в Москве. В Подмосковье очень много открылось тогда заводов. Это, во-первых, ну, и кжель, которые известны, вербилки, потому что там была особого сорта глина, которую даже возили в Нижний Новгород. То есть, вот потому что там тоже открывались фарфоровые заводы, и, значит, вот там не было такой глины, которая бы могла делать очень-очень тонкий фарфор, который не уступал китайскому тонкому фарфору. И до сих пор вот есть такой подмосковный город Ликино, Дулёва, там вот есть дулёвская фабрика фарфоровая. Там вот до сих пор, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, лет 10-15 назад, я специально туда ездил, и, значит, там при этой фабрике фарфоровой, при заводе существовал такой небольшой магазинчик, я там покупал в подарок друзьям очень-очень тонкую фарфоровую посуду. То есть, чайные сервизы просто необыкновенной красоты, невесомые просто. И вот даже когда я люблю достаточно крепкий чай, то есть я наливал в чашку чай, вот именно из этих сервизов дулёвских, и вот когда на просвет я её ставил, то свет пробивал даже эту заварку, настолько тонкий и изящный фарфор. Так вот, по поводу фарфора. Очень важное значение имели тарелки, на которых подавали еду. Вот сейчас крупно вы увидите, это один экземпляр такой. Дело в том, что вот тарелки делались очень тонкими, и иногда, иногда происходили разнообразные казусы. Дело в том, что уже тогда была, так сказать, ну, уже традиция такая, что если вам подавался кусок мяса или там ещё что-то, то резать уже нужно было ножом и вилкой. А поскольку рисунки были авторскими, и иногда бывало так, что какой-то неуклюжий, ну, неумелый, так будем говорить, гость, очень, ну, я даже не могу вам сказать, вот так вот пилил этот кусок мяса, он портил рисунок, и от этого портилась тарелка. А поскольку в это время, вот именно в XVIII веке, это была пора сервизов, и их делали огромное количество, и каждый сервиз был индивидуальный. И, допустим, если я знаю, что я обычно собираю там такое-то количество гостей, то обязательно я должен выставить полный сервиз. И если я, значит, у меня одна тарелка, ну, так будем, грубо говорить, испорчена, я не могу её предложить гостю. Поэтому она должна быть выкинута. Или отдать слугам, чтобы они там у себя, где-то там внизу, где вот они обычно обедают, они бы пользовались ей. Но если приходит, если у меня сервиз на 20 персон, и приходит 20 человек, то не могу я 19 раздать вот эти вот тарелки, а 20 поставить тарелку из другого сервиза. Это будет считаться, ну, не то что оскорблением, но как бы неуважением. Потому что почему всем вот такое вот... Ну, это чисто русская традиция, кстати, что а почему всем так, а мне вот по-другому. Хотя, допустим, я бы мог вот 19 человекам поставить сервиз вот один, а вот 20, если бы 20-я тарелка уже, так сказать, потеряла свою красоту, я могу поставить хоть золотую тарелку. Всё равно это считалось как бы оскорблением. Вот такая вот психология была застолья такого дворянского. Так вот, ещё такие вещи. Вот по поводу этих дворянских собраний. Вот дворянское собрание, приблизительное меню, которое было в 1848 году в дворянском собрании в Москве. Что предлагалось посетителям собрания? Ну, как я уже говорил, то есть собрание – это был своеобразный клуб, где, кстати, решались и финансовые проблемы, и личностные. Там же происходили, ну, как бы заключения брачных каких-то договоров. Вот, допустим, у кого-то сын, у кого-то дочь. И вот во время вот этого пиршества за рюмочкой ликёра, за шампанским и решалось, что вот надо бы как бы наши семьи соединить, надо было, чтобы капитал как-то сохранить. Вот это были не просто, так сказать, вот как мы приходим в ресторан, в ресторации. Кстати, вот в современных сериалах тоже многие сделки совершаются именно за столом. Вообще стол очень объединяет людей, это ещё заметил Пётр Первый. И обычно, когда ему что-то было нужно, какие-то вещи с послами, с дипломатами, обычно все эти разговоры не в кабинете происходили, а за столом, за чарочкой, за вкусной едой. И так постепенно, постепенно, постепенно какие-то вопросы решались. Потому что, я не помню, какой-то философ русский сказал, говорит, на трезвую голову ни одной хорошей идеи не воплотишь. На пьяную можно наворотить, а вот на среднюю, то есть и не на трезвую, и не на пьяную, можно сделать благое дело для себя или для государства российского. Так что пили умеренно во время деловых вот этих вот разговоров. То есть и не напивались, и не сидели просто за чашкой чая. Так вот, что входило вот в это меню? Значит, уха, естественно, из стерли, суп-жондельер, ну, от французского это овощной суп, значит, пирожки растягая, кремосы и крокеты. А значит, холодные, вот я даже вот честно говорю вам, признаюсь, я даже вот даже не понимаю, что это такое. Я пытался это найти, но никак не мог. Холодные, ой, шофруай с куропаток, или паштет из дичи. Филе а-ля наполитен с гарниром. Ну, это здесь можно понять, что это какое-то филе, кусочек мяса а-ля наполитен с гарниром. Это что-то обжаренное с каким-то соусом. Осетрина по-русски, или форель с гарниром. Ну, осетрина по-русски, это вот были такие вот металлические тарелки, значит, блюда, где вот эта осетрина, она томилась, она также подавалась с картофелем обжаренным. И все это заливалось специальным соусом на основе сметаны, потом посыпалось это все сыром и запекалось. И вот именно вот в этой вот металлической тарелочке, то есть никуда это не выкладывалось, все это подавалось на стол. Ну, естественно, под эту тарелочку ставилась другая тарелка, большая. И еще вот к этому филе, к осетрине по-русски, во-первых, ее обычно перед тем, как готовить, ее сдабливали каким-нибудь белым вином, она пропитывалась. То есть был такой, ну, маринад такой, в основном из белого вина, и, ну, если не белое вино, то в крайнем случае это сбрызгивали лимонным соком. Ну, в основном это было вино. Для тех, то есть гурманов таких, обычно вот мариновали в Мадере. Ну, не в той Мадере, которая сейчас продается, а в нормальной, в хорошей Мадере. И тогда вот осетрина, оно само по себе белое мясо, а вот в Мадере она пропитывалась и получалась такая слегка кремово-коричневая. И очень выглядело, очень аппетитно. Я пробовал, я сам дома экспериментировал. Далее было соте из пулярд с трофелями, естественно. Соте, ну, вы знаете, это обжаренные. Пулярды – это то курочки такие небольшие, а, значит, спаржа. Потом вот еще такая вот очень, очень, до сих пор не могу понять. Значит, французский горох. Чем французский горох отличается от русского, я до сих пор понять не могу. Потом я где-то там начал выискивать, французский горох – это горох лущенный, молодой. То есть у нас обычно привыкли молоденький горох брать в стручках. А это вот лущенный, молоденький горох. Вот то, что сейчас продается у нас в магазинах. Консервированный горошек. Значит, Бонди Уэль, там еще разные фирмы. Это не в качестве рекламы. Просто тогда вот лущенный, молоденький горошек, который поставлялся в Россию. Потому что на Руси употребляли горох в стручках. Считалось, что так вкуснее, так лучше. Вот, французский горох и артишоки. На жаркую, как всегда, были каплуны, рябчики. Ну, всякая дичь, фаршированная или просто обжаренная. Потом тоже очень странное такое блюдо, которое называлось, это уже подавалось в конце практически, пудан из каштанов, а в середине мармелад. Что такое пудан? Это, в принципе, это пудинг такой, сладкий пудинг, а в середине был мармелад. Мармелад мог быть из разных ягод. От, так сказать, от желания гостя. Потому что он готовился, потому что, когда гость приходил, ему давали сразу меню. Меню, кстати, это из Франции, к нам пришло такое слово. Ему подавали это меню, и он ознакомливался с этим и говорил, что он хочет. Поэтому пока он ел уху, пирожки, растягай, еще что-то, то уже успевали делать мармелад. То есть он говорил, например, я хочу мармелад черносмородиновый или малиновый, или клубничный. То есть пока он, так сказать, ел, общался, уже успевали делать мармелад, положить вот эту начинку мармеладную в середину этого пудинга, пудана, и уже к концу вечера ему принести. И очень популярным в конце было желе ананасовое. Вот, в принципе, сейчас мы как бы, я вам попытался объяснить вот меню дворян, как они, чем они питались, какие у них были приоритеты в еде. Но еще, значит, помимо того, что вот, так сказать, я рассказал вам меню, были вот в это же время, в середине 18-го, в начале 19-го века, были очень-очень жесткие правила этикета, которые нарушать было нельзя. Если вы не хотели, чтобы вас больше, то есть если вы хотели, чтобы вас принимали, нужно было соблюдать вот эти формы. Потому что, честно говоря, дело в том, что, поскольку общество было достаточно замкнутым, то есть круг общения был определенный, и если, допустим, даже я, не будучи за столом на определенном приеме, у кого-то в гостях, но если там кто-то из гостей мог себе позволить вольность, фривольность, то мне тут же докладывали и говорили, вот этого вот господина, вот этого такого-такого Иванова Петрова Сидорова лучше не приглашая, потому что он портит стол не только своими манерами, но и внешним видом. Поэтому к внешнему виду относились очень-очень ответственно. И, ну, естественно, в первую очередь это касалось дам. На каждый прием, хотя приглашения присылались заранее, то дамы на каждый прием обязаны были сшить себе новый наряд. Потому что приходить в одном и том же платье два раза подряд, ну, считалось, ну, как бы неприличным. И поэтому бедные мужья, несчастные, значит, они очень много денег расходовали на то, чтобы, так сказать, его жена постоянно заказывала себе или шляпку какую-нибудь, или новый убор, новую обувь. А все это стоило, это все-таки на заказ, это не было таких вот магазинов. Вот. Вот. Поэтому это стоило очень дорого. Мужчинам было проще, потому что у мужчин, если кто состоял на госслужбе, достаточно было одеть свой мундир, в этом ничего плохого не было. Если он в своем мундире мог ходить и к одним гостям, и к другим, там. Единственное, чтобы он был чистый. Или, допустим, там какой-то фраг, фраг, рубашка, там бабочка, или шарф, или галстук, там такой вот платочек шейный. Вот. Это не считалось. А вот для дам считалось, ах, она опять была в этом синем платье. Это было просто, так сказать. И поэтому, я говорю, мужчины очень много денег тратили именно на костюмы, на туалеты своих барышень, чтобы они всегда выглядели в новом. И иногда вот кто-то говорил, я бы где-то прочитал, что вот, допустим, у Екатерины Второй там было чуть ли не до двух тысяч платьев и обуви, и разных так аксессуаров, то я вам могу сказать, что вот в XVIII веке, в середине XVIII, в начале XIX, обыкновенные дворянки, которые не принадлежали к царским особам, то тратили огромные деньги, и у них было, я не знаю, сколько туалетов, посчитать это очень сложно. Так вот, о правилах этикета. Во-первых, приходить нельзя было раньше. Это считалось моветон, дурным тоном. Позже приходить тоже моветон, то есть нельзя. Поэтому, когда человек или семейная пара опаздывали, то их сажали в самый конец стола, потому что места все были заняты уже. Потому что считали количество персон, сколько будет там, 40 или 20, или 100, или 200, то, значит, рассаживались только те, кто вовремя пришел, а те, кто опоздали, их сажали в конец стола. И это тоже было, так сказать, с точки зрения дворянской этики, немножко унизительным. Поэтому, а раньше приехать тоже было нельзя. Далее, что еще? Во-первых, значит, все приезжали, и мужчины, и женщины, в перчатках. Обязательно в белоснежных, ну, если у дамы, допустим, костюм синего цвета, то есть это могли быть синие, голубые перчатки, то есть под цвет, так сказать, костюма, под цвет платья. Мужчины всегда в белых перчатках. Так вот, значит, когда гости заходили, еще одно было условие. Когда выходил дворецкий и говорил знаменитую фразу, которая вот в театре, на театре, как говорят, в театре, на театре, выходил и говорил, кушать подано. Ни в коем случае нельзя было, извините за грубое слово, ломиться к столу. Все очень чинно. Те, кто, кавалеры были с дамами, значит, дамы брали их под руку, они, значит, клали руку в перчатки, и вот медленно провожали дам. Сначала кавалеры отодвигали стулья, значит, сажали дам, а кавалерам стулья отодвигали и их усаживали лакеи. Вот такая была традиция. Нельзя было просто вот бежать. Далее, еще какая, значит, вещь была, это тоже... Там было столько, много тонкостей, которые мы сейчас утратили. Ну, и напрасно, мне так кажется. Далее была такая вещь, допустим, что нельзя заглядывать даже вот краем глаза в тарелку соседа, потому что это считалось как бы оскорблением. Далее, нельзя было ставить локти на стол, обязательно только кисти были, рук. Далее, когда разносили блюдо, нельзя было выбирать самому кусок. То есть вот приносит какое-то, ну, там, мясо, допустим, какое-то вот, да? Я вот хочу прям сразу так, вот это мне нравится кусок. Нет, раскладывал слуга. Какой вам кусок достался, тот и кушайте на здоровье. А если вам это блюдо понравилось, то есть, ну, очень вкусно, значит, вы должны положить нож и вилку вот так, на край тарелки. Если вы кладете, значит, нож и вилку параллельно тарелке, то, значит, вы закончили еду, и вам ничего больше не принесут из этого выноса блюд, из этой перемены. А если у вас так, значит, слуга подходил и приносил вам добавку. Вот тогда уже вы, вот то, что осталось на блюде, если вам это очень понравилось, тогда уже вы могли сказать, пожалуйста, мне вот этот вот кусочек положите. А вот когда вначале разносится блюдо, нельзя никаких вот таких вещей делать дальше. Дело в том, что вот в фильмах обычно там, ну, это гусарские такие вот вечеринки, и там все можно было себе позволить. Так вот, во время этих обедов нельзя было, это считалось верхом неприличия, громко смеяться, хохотать, естественно, чихать, естественно, сморкаться, и делать какие-то вот, ну, зубочистки тогда не давали, и поэтому нельзя было в зубах выковыривать вилкой чего-то. Если вы хотите, нужно было просто извиниться, встать, пойти в какое-то место, и там уже или зубочистка, или еще чем-нибудь, значит, очистить полость рта. И в-третьих, самое, вот вроде там перемены блюд были огромные, считалось вообще неприличным, это чревоугодие. А сыроедение, то есть сырыми продуктами практически не ели. Вот сыроедение тоже считалось, а сверх неприличным было чревоугодие, ну, говоря современным языком, обжорство. Вот и Иван Андреевич Крылов, наш великий русский баснописец, этим пороком очень сильно страдал. То есть он съедать мог такое количество, что, значит, можно было накормить 10-12 человек. То есть это и пирожки, и уха, и стерляди, и рыба, и мясо, и куропатки, и жаркое. Вот существует такой, значит, интересный момент, что когда он однажды обедал, то в доме случился пожар. И все, значит, вот домочадцы в ужасе бегали, значит, тушили этот пожар, пытались спасти имущество, то Крылов с места не сдвинулся. И сказал, пока я не съем свой обед, я делать ничего не буду. И, к сожалению, умер наш великий баснописец от переедания, от заваркишок. Но вот, ну что, такая у него была судьба. И поэтому по поводу его обжорства, хоть он и сам писал басни, то по поводу его обжорства, чревоугодия, другие баснописцы, там, поэты, они тоже писали на него всякие эпиграммы. И даже появилась такая странная фраза – «крылатые выражения о Крылове». Так вот, когда человек, ну, заходился, так будем говорить, и чрезмерно ел за столом, то ему делали такое – «выкрылов». Это как бы вот, как по-французски называется, «ассаже», то есть осаживали. И человек сразу понимал, он переборщил, поэтому нужно остановиться и делать вид, что он уже все поел, все очень вкусно. Вот такие вот истории. А дальше мы будем в следующих передачах, я вам расскажу, именем и мещан, и купцов, и других сословий, и солдатская пища в то время, и крестьянская пища. Ну, а сейчас, я думаю, что вот, посмотрев эту передачу, вам, наверное, захотелось что-нибудь вкусненькое съесть, поэтому, пожалуйста, приготовьте все это, а я вам пожелаю приятного аппетита. С вами был Владимир Нечаев, и до следующих встреч. До свидания.